Поздравляю, вы получили работу мечты или вас повысили. Вы усердно работали для этого, инвестировали силу и время. Вы потратились на образование. Но вот в чем проблема, вы не соответствуете. И что я имею в виду, когда говорю не соответствуете? Это означает, что вы не похожи на того парня, который может поднять бизнес на следующий уровень. И сегодня мы поговорим о пяти аксессуарах, которые вам необходимо прокачать с вашей первой зарплаты. Вы когда-то видели фото президента Америки, подписывающего присягу, а перед ним было 30 ручек. В чем прикол? Президент будет использовать каждую из этих ручек, чтобы подписать присягу. Чтобы затем у него было что подарить всем тем, кто приложил свои усилия для того, чтобы это произошло. Эту традицию завел Франклинг Делан Рузвельт в 1930-х годах, когда подписывал важные документы. Затем в 1964-м, когда президент Линдон подписал акт о правах гражданина, он использовал 75 ручек. Роберт Ф. Кеннеди получил 6 из тех ручек. Мартин Лютер Кинг получил тоже одну ручку. Эта традиция прижилась у чиновников, политиков и бизнесменов. Я к тому, что покупайте профессиональную ручку. В своей карьере вам придется подписать множество важных документов. И вы захотите запомнить эти документы? Ваши первые крупные контракты? Успешные дела, когда вы защитили ваших клиентов, несмотря на сложность дела? Конечно, кто-то из вас скажет, это все можно сделать простой ручкой. Но почему бы не взять ручку получше, чтобы вы показывали на нее и говорили? Этой ручкой я подписал документ, который дал человеку свободу. Далее, господа, вам потребуется профессиональная сумка. Когда я получал свой диплом MBA в Техасе, у меня была такая сумка. А то далеко не профессиональная. Так, простой рюкзак. Получив работу, которая хорошо вам платит, вам потребуется настоящая сумка. Итак, следующий аксессуар это солнцезащитные очки. Итак, эта пара на мне, я знаю, это не самый профи стиль, они более кэжуал. Зато у них есть интересная история. Я их купил где-то в 2005 году. Мой друг увидел их и сказал, я знаю эту компанию. Тогда он показал мне свои очки, это была та же компания. Он сказал, что ты обращаешь внимание на детали. Так вышло, что он был в этой индустрии. Он знал все про очки и объяснил, почему эти очки очень классные. Но также и его мнение обо мне повысилось, потому что я обращал внимание на детали. Люди, которые тратятся больше на очки, они понимают, что это инструмент. Это сигнал к тому, чтобы подчеркнуть ваше отношение к деталям. Следующая важная фишка, они обрамляют лицо. Давайте подумаем, насколько это важно. Вы на встрече с клиентом и вы носите очки. Они выглядят смешно или плохо, а вы обсуждаете следующий контракт. А он только и думает о том, как они плохо выглядят. В этом и суть выбирать себе очки хорошего качества. Чтобы они не только защищали вас от солнца, но и помогали выглядеть лучше. Чисто из любопытства, что вы, ребята, думаете по поводу этих очков. Назовем их стиль номер один. По сравнению с традиционными авиаторами, назовем их стиль номер два. Пишите в комментариях, да или нет. Этот стиль очков, не утруждайте себе голосованием, я их обожаю и буду носить. Далее идут визитные карточки. Уверен, кто-то подумал сейчас, ой, это уже устарело. Но знаете, что люди на высоких позициях, они до сих пор пользуются именно карточками. Поэтому лучше иметь карточку хорошего качества. Поэтому лучше сменить бесплатные карточки, где на обратной стороне написано, что это бесплатная карточка. Закажите себе профессиональные бизнес-карточки. У меня очень простая карточка. У меня три бизнеса, поэтому я разместил свое имя, статус, владелец бизнеса и мой рабочий имейл. Бонусный совет, если вы идете на нетворкинг или собираете деньги на ваш стартап, заведите себе кейс для визитных карточек. Потому что вы точно не хотите попасть в такую ситуацию, когда вы достали карточку, а она вся помятая. Следующий аксессуар, который необходимо прокачать, это обувь. Это беговые кроссовки, вы в них должны бегать, а не ходить в свободное время. Вы же никогда не знаете, где вы встретитесь со своим боссом или возможным клиентом. Попробуйте что-то типа этого, гораздо удобнее и бесконечно более стильно, чем беговые кроссовки. Ваши туфли, возможно, когда вы были еще студентом, вы купили себе туфли на клею. Потому что это все, что было по карману, но сейчас вы уже зарабатываете деньги. Поэтому купите себе прошитые туфли. Вот у этих стежок Блейка, очень элегантный вид. Почему не стоит носить дешевые туфли? Потому что вот что вы найдете внутри, одна лишь резина, они неудобные. Поэтому туфель часто бывает плохая репутация. Потому что большинство из них сделаны очень дешево. Как только у вас появится пара прошитых туфель, вы сразу заметите, что не только верхняя часть сделана из хороших материалов. Вы также почувствуете разницу и в подошве. Это касается любой обуви. И если вы хотите увидеть, как я разрезаю обувь пополам, тогда смотрите это видео. Я разрезаю там туфли прямо пополам. Я имею в виду обувь высокого качества. И мы рассказываем, что находится внутри таких туфель. А как вам насчет прокачки ваших часов? Переходите на это видео, где я рассказываю о 10 стилях часов, о которых стоит знать каждому мужчине. Переходите и смотрите. Ссылка в описании.